Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Вероника. Сегодня мы с вами поговорим об очень бюджетной парфюмерии, которая продается на Wildberries. Речь пойдет об 11 ароматах линейки от Neo Parfum. Линейка называется Molecule 21. Хочу сразу сказать, чтобы не путать людей, парфюмерия абсолютно не о чисто молекулярных парфюмах, а абсолютно о разных парфюмах. Просто называется так линейка. А то, например, у меня подруга, когда увидела эти парфюмы, она сразу кинулась и подумала, что это все молекулы какие-то новые. Я говорю, нет, 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 это не молекулы. Но среди них, конечно, есть что-то похожее на молекулы. Можно сказать, что это аналоги на известные парфюмы, на что-то такое, что мы уже слышали. Но также есть кое-какие парфюмы, которые они переделали по-своему и звучат они по-другому. Бренд нам говорит о том, что данная парфюмерия делается на французском сырье. Так ли оно так, мы не знаем. Но я буду верить в Neo Parfum. И поэтому, можно сказать, у меня уже прошло недели две, как пришли эти парфюмы. Я их очень долго тестировала, чтобы понять действительно, стоят они чего-то, не стоят. Но бывает даже рублей 300-400 не хочется тратить просто так. Правда, это, конечно, не деньги в нынешнее время, но все равно, зачем просто так покупать, например, себе освежитель за такие деньги. Поэтому мне было очень интересно. И многое из этого меня, сразу скажу, порадовало. Ну, давайте начнем. Начнем, давайте, вот они у меня стоят тут так по порядку. Я их выстроила. Такие вот у них очень коробочки простые. Вот так вот это все выглядит. Название аромата написано еще на английском и также русскими буквами. Вот первый парфюм, который мне попадается в руки, это Estate. Ну, estate, наверное, да, если по-английски читать. Estate, в общем, читаем, как у них написано. Вот так вот выглядят флакончики по 100 мл концентрация Eau de Parfum указана. Вот так вот выглядят эти флакончики. Вполне себе очень приятные. Пластиковая крышка легкая. Очень хорошие пульвики у них. Вот это вот прям хочу отметить, мне очень порадовало, что они хорошие пульвики. Знаете, мне, когда я предложил бренд на обзор прислать эту линейку парфюмов, я так подумала и согласилась. А почему нет? Потому что часто, когда вот сидишь на Wildberries, какие-то парфюмы, я просто постоянно там что-то заказываю, попадаются какие-то ароматы, новые линейки. Я даже не знаю о них вообще. И в этом плане, конечно, нам помогают какие-то отзывы, да, людей или блогеров. И как раз-таки уже подошло время снимать мое видео. Вот. Estate. Estate. Знаете, это парфюм, на который аналог, можно сказать, не указан. Там у них в описании есть эти парфюмы. Могут понравиться там тем, кто любит там такие-то, такие-то парфюмы. Для меня это парфюм больше такой цитрусово-йодовый. И он очень мне напомнил аромат. Это нигде не указано. Я просто сама уже так как бы сделала вывод на Александр Джей Мандарин Султан. Парфюм у меня очень давно уже. Я его, кстати, не особо люблю. Там вот есть какая-то йодистая нота или это, может быть, шафран так звучит мощно. Знаете, вот есть что-то в них такое общее. Для меня он прям, можно сказать, аналог. Только этот даже не такой удушливый и звучит поприятнее. Очень мне он нравится. Вот именно вот в таком исполнении. Кстати, вот я вот распылила и зря сделала. Надо было все-таки на латный диск, потому что шлейф будет стоять в комнате очень-очень долго. Да, когда ко мне заходит муж в комнату, и он, когда я тестировала эти парфюмы, говорит, что очень приятно пахнет. То есть вот так со стороны нет никакой химозности. Еще я хочу отметить, я в них не чувствую при распылении спирта. Знаете, вот когда вот яркий запах спирта бьет себе в нос, а потом пошел так парфюм миленько раскрываться. В них этого нет. По крайней мере, у меня вроде бы вся линейка есть, как я поняла. Можно сказать, Александр Джей, если вы думаете мандарины, но это не просто какой-то нежный цитрусовый парфюм. Нет, он все-таки вот такой вот шафранов, знаете, вот модное, модное звучание. Хотите быть модными, с цитрусами, вот, это оно. Ну и тем более очень похож на мандарин Султан. Вот правда, очень есть. Ну такой вот, только немного разбавленнее, можно так сказать. Это был у нас Эстейт. Буду говорить немного быстрее, наверное, потому что, иначе это все дремет очень долго. Так. Следующий у нас Квинс. Квинс, Квинс, Квинс. Парфюм, который бренд заявляет как самостоятельный. Цвет красивенький. Коробочка такая. Вообще все флаконы у них одинаковые. Очень лаконичные, приятные, модные, да, молодежные. Вот. Такой вот Квинс. Так, я возьму латный диск и на него буду распылять. Классное у них распыление вообще. Это, знаете, парфюмки из Эйвен. Вот что-то такое сетевое напоминает этот Квинс мне. Что-то от Эскада напоминает. Это Эскада вот в этих флаконах таких. Очень клубничный, сладкий, приятный. Вот тут прямо я чувствую хорошо клубнику. Молодежный. Прямо вот для девчонок, знаете, на такой возраст. Можно спокойно взять своей дочке, она будет поливаться. Кстати, у Неопарфюм есть сертификаты, то есть соответствие качества. Абсолютно не вредно, ничего не вызывает. Ну, я тестировала на себе, у меня ничего не высыпало. Каждый парфюм из этих я тестировала на себе. Я не скажу, что я в каждом ходила гулять, потому что это невыносимо. Ну, было бы, да, сделать. Это очень много, один из парфюмов сразу себе выгулять не получится. В некоторых я выходила и также дома все на себе тестировала. Все абсолютно было нормально. Очень сладкий. На что похож сказать не могу. Может быть еще на Бритни Спирс. На Бритни Спирс из линейки Кругляшей я их называю. Вот что-то такое. Кстати, вот прямо сейчас на Бритни похоже. На Бритни я здесь напишу название, на что похоже. Да. Неплохой, тоже неплохой. Следующий парфюм у нас будет Мезонотте. Я уже достала его из коробки. И знаете, я здесь хорошо слышу что-то такое вот удовое, инжирное. Может даже какой-то ревень. Вот правда я здесь слышу такое. Но это, наверное, в сочетании с удом все-таки. Больше уд. Такой уд сладковатый. Сладковатый уд здесь. Действительно парфюм раскрывается, меняется как-то, знаете. Если со старта он прям вот как-то меня даже отталкивает, потом более-менее лучше. Я не скажу, что я любительница уда. Также я не очень люблю ноту почули в парфюмерии. Поэтому всегда с этими ароматами я как-то посложнее. Но в последнее время уды могу носить тоже. Мезонотте. Похож на парфюм. Бренд указывает. От Ex Nihila. Ут Спешл. Как-то так он называется. Название будет. Вот если вы этот парфюм знаете, то можете, в принципе, взять для сравнения. Потому что было бы интересно сравнить их параллельно. Как-то я от Ex Nihila не фанат этого дома. Там не дома бренда. Поэтому я особо не покупаю. Вот. Но мне он понравился. Достаточно восточный удовый такой парфюм. На вечер. Мне кажется, можно на вечер использовать. И он, кстати, на мне держался достаточно долго. Достаточно долго. Это 4-5 часов я его на себе слышала. На вещах дольше держится. Да. Я бывало наносила на себя перед работой этот парфюм. Уходила. Один из... А, ну нет, не этот. Я брала с собой молекулу на работу. Помню, обливалась ей. Вот. Обновление, конечно, эти парфюмы требуют. Ну, знаете, за 300-400 рублей и писать, что они не стойкие, мне не понравился запах, там еще что-то. Ну, это все сугубо, конечно, индивидуально. Поэтому, естественно, мне и за 30 тысяч, если я куплю этот парфюм, мне просто может не понравиться, да, какой-то запах. Это нормально, да. И он будет на меня не стойкий. Например, тот же... Да много низших парфюмов, которые не скажут, что они супер-супер стойкие. Вот. Поэтому вполне себе восточный удовый аромат. Современный. Звучит современно. Следующее это Анжела. Анжела, да? Назвали парфюм Анжела. Вот такой вот яркий, со звездочками. Я думала, здесь будет что-то такое незатейливое. Почему-то мне казалось такое девичье. Но нет. Здесь у нас оказывается... Сейчас я его распылю. Многими любимый аромат. Многими любимый аромат от Киллиан. Доля Ангела. Доля Ангела у меня есть в оригинале. Вот я ее спрятала на себя. Тащила. Такая вот Доля Ангела. У меня она есть. У них, кстати, было два. Один флакон я продала своей подруге. Ей он безумно очень нравится. Я посчитала, что два флакона все-таки перебор. Я его очень полюбила вначале. Но сейчас я так им часто, честно скажу, не пользуюсь. Нет. Когда, знаете, бывает такой, покупаешь флакон, вот такая, знаете, ставится галочка. У меня он есть. Пару раз выгулила. И на этом все. Когда я узнала, что это аналог на Долю Ангела от Киллиан, я была, ну, честно, не согласна даже. Такая я его слушаю и думаю, ну, какая здесь Доля Ангела? Что за сладкая фигня? Думаю, вы о чем? Где здесь алкоголь? Здесь, здесь это такая, вот знаете, в алкоголе ваниль. Где эта вся вот мощность вот этого всего? Знаете, ведь он не легкомысленный парфюм Доля Ангела. Он довольно-таки все-таки серьезный аромат. И явно не какая-то поливашка. А здесь я слышу вообще муть. Для меня это какая-то смешанная мутата всего подряд. Это какой-то, может быть, и бокары добавили, и еще чего-то. И вот это все какой-то замес, знаете, и вот действительно какая-то база у него бывает такая уже в конец невнятная становится невнятная. В плане, не знаю, ну вот некрасивая база у него не очень нравится. Но когда я его наношу на себя, я вот с пульвика, когда послушала, думаю, бред, люди несут бред, какая Доля Ангела? Ну, то есть, думаю, вообще, ладно, это совсем другой парфюм, но не на Доля Ангела не похож. Но нет, когда я его нанесла на себя, где-то спустя 5 минут, я такая думаю, а действительно? А похоже, похоже все-таки на Доля Ангела. Не один в один, конечно, но что-то есть все-таки, да, по мотивам сделано. Но как-то вот, как-то да, не знаю, возможно, конечно, когда у тебя есть оригинал, и ты уже прям вот так можешь их параллельно сравнить, намного это, ну, как-то видно наглядно, да. Но как самостоятельный парфюм или как поливашку там использовать по мотивам что-то будет от вас веять, возможно, да. Ну, я бы в жизни не поняла, что это Доля Ангела, ну, так, с человека. Мне кажется, нет. Когда вот так вот утыкаешься в кожу, вроде бы оно похоже. Но нет, все равно нет. Муж сказал, что Доля Ангела отличается. Вот как-то так. Но молодцы, все равно сделано неплохо. Следующий парфюм Аутуна. Аутуна, знаете, для меня это аромат очень сладкий такой, приятный. Кстати, он аналогом является от Ксержов, Симфониум. Есть такой парфюм у Ксержов. Ну, бренд так заявляет, что на него аналог. Ну, знаете, у нас и Ксержов любят делать парфюмы. Самостоятельный аромат Ксержов бывает тоже часто похож на какой-то известный люкс. Поэтому тут как бы и непонятно. Наверное, они сделали под него. Но, к сожалению, именно у меня очень много парфюмов от Ксержов. Вот реально, как бы, я считаю, у них немало, больше 10 точно. И такого нет. Увы, нет. Кстати, хотела себе его купить. А теперь вот думаю, наверное, если что-то даже будет похожее, то не надо. Очень сладкий. Такое вот что-то кондитерское есть. Гурманское в нем. Очень приятное. Кофе. Кофе чувствую. Кофейность какая-то есть. Интересный аромат. Такой вот тоже современненький. Приятный очень. Никого не оттолкнет. Напоминает что-то от Монталь, от Монцера. Вот лично мне напоминают эти вот их ароматы, знаете, вот такие вот тоже гурманские. Какие-то сладкие печенюшки, еще что-то. Приятное. Ничего больше сказать не могу. Можно, в принципе, взять себе. Девушкам, думаю, будет нормально. Айлиф. Следующий будет у нас Айлиф. Такое вот. Это, по-моему, у нас аналог на... Так, давайте нанесу его на себя. Вначале прям свежесть в нем. В нем такая свежесть приятная. Потом он заслащивается. Заслащивается. Напоминает дезодорант. Какой-то дезодорант напоминает, да. Ну нет, это прям аналог. Сейчас поглядела. Сейчас посмотрела, на что это аналог. Это аналог на Хьюго Босс. Айлиф. У меня этого парфюма тоже нет в коллекции. Как-то я не фанат Хьюго Босс вообще. У меня были парфюмы Хьюго Босс. Я их продала. А нет, какие-то ароматы у меня остались, да. Ну, да. В стиле, в таком вот сегменте недорогого люкса, да. Да. Очень сладенький такой. Сладкий не особо. Внятный, но, в принципе, приятный аромат. Не могу сказать, что там как-то цепляет, как поливашка, наверное, пойдет. Так, знаете, что-то свежее. Начали прям свежесть какая-то. Но он неплохой. Неплохой, но какое-то такое избитое звучание. Просто, в принципе. В принципе. Знаете, его расцениваю так же, как расценила бы и оригинальный Хьюго Босс. Вот. Ну, как-то спокойно к нему отношусь, но знаю, что есть любители Хьюго Босс, поэтому. Примавера. Примавера мне, кстати, понравилась. Очень понравилась. Примавера такая. Зелененькая жидкость у Примаверы. Вот, красивенькая. Примавера. Примавера. Прям давайте нанесем на ватный диск, а то. Вот Примавера, да. Он какой-то такой вот зеленый. Знаете, бело-цветочный. Очень прям здесь чувствуются вот эти белые цветы. Кстати, он, по-моему, является аналогом на Джо Малон, English P and Frazier. То есть, ну, груша и фрезия, да. Так оно и есть. Ну, он даже вот так заслаще. Да, кожа, кстати, звучит еще лучше. Мне он на коже прям нравился. Вот им я хочу прям поливаться и ходить с ним буду. Я из этих всех ароматов что-то, наверное, подарю своим подругам. Уже пообещала кое-какой аромат отдать своей подруге, потому что ей понравился. Ко мне приходили и подружки, тоже тестировали здесь. Вот. Знаете, у Джо Малон славятся свежими ароматами, свежими, красивыми парфюмами. У меня нет ни одного Джо Малон в коллекции. Почему? Потому что они стоят дорого и не всегда звучат стойко. Да, какие-то есть менее стойкие, какие-то более стойкие. Когда была в фирме на бутике Джо Малон, мне, в принципе, понравилось. Много летом я была. Может быть, я что-то и купила. Ну, вот. Ну, Примавера прям какая-то вот такая зелень с белосветочностью, с цитрусами. Мне нравится. Благородное звучание. Благородное, освежающее такое звучание. Вот. Примавера. Понравилась у меня. Она прям в фаворитиках. Дальше у нас идет пачули. Молекула 21 пачули. Вот это вот, про что я и говорила. Не очень люблю ноту пачули. Говорят, похож на молекулу Eccentric Molecules 1 и пачули. У них есть мандарин, там пачули и так далее. Вот это вот версия с пачули вроде. Как на нее говорят? Похоже. Либо для меня это просто какой-то древесно-пачульный парфюм. Ну, не знаю. Древесность. Очень много пачули. Есть такое звучание, мне кажется, и в каких-то более старошкольных ароматах. Ничего такого. Просто не люблю это звучание. Для тех, кто любит действительно ноту пачули в парфюмере, или как-то там хочет эту молекулу, то, я думаю, понравится. Мне кажется, ну, такое вот, не знаю. Я не очень люблю такие ароматы. Древесные. Древесные нет сладости вообще. Вот он какой-то, знаете, какая-то вот просто водичка такая, вот знаете. Просто вода, нотка пачули. Древесности слегка такой. Не знаю. Вот он ни о чем, честно. Пачули ни о чем. Ну, никак вообще мне и не нравится. Следующий аромат у нас Inverno. Такой вот, звездочки такие. Факон, кстати, очень приятно держать. Да, действительно, очень приятно. Интересно, сколько они будут держаться и пропадут. Они нет вот так вот, если будут стоять в плотной крышке. Кстати, вот из всех парфюмов, которые мне пришли, да, от Neuro Parfum не было никакого косяка. Что там что-то протекало, вытекало. Там, знаете, как бывает в бюджетных ароматах часто. Ну, мне такое попадалось. Там, я не знаю, крышка. Вот Bracar Parfum, я помню. У меня окислилась крышка. Вот это вот все разрыхленное стало. Что-то вообще отвратительно. У турецких, ой, у турецких, у арабов такое у меня тоже попадалось. А вот, которые подешевле арабов, вот такое бывает. Тут как бы нормально. Inverno, кстати, они, по-моему, указывают как более... Так, это у меня чистый, а то я уже одно по одному буду наносить. Как самостоятельный парфюм. Но для меня он больше мужской. Ну, наверное, он не секс, как по нынешним дням, да. Вроде как похож на, опять же, парфюм Ксирджов. Golden Green. Ну, не знаю, для меня это просто мужской свежак все-таки. Давайте, ладно. Девушки такое тоже могут носить, но это прям мужской свежак. Очень, ну, приятный прям, хороший для мужчин, освежающий. Что тут может быть по нотам, я не знаю. Морской бриз, лаванда. Сладость какая-то есть, карамельность. Что-то вот в стиле, не знаю. Ванмиллиан, конечно, не дотягивает. Ванмиллиан там прям очень много. Сладости. Invictus. Вот есть у них версия легкая туалетная вода. Что-то в этом стиле. Но все-таки для меня больше мужское звучание. Для мужчин очень даже неплохо. Вот. Ну, стойкость слабенькая. Вот у него стойкость так себе, если честно скажу. Так, оригинале. Оригинал. Что будет оригинал? Оригинале. Оригинале на самом деле не такой оригинальный. Это вот тот парфюм, который я брала с собой на работу. Ну, в плане, он не очень оригинальный тем, что тут всего одна нота. Это Исоя Супер. Синтетическая наша нотка. И, кстати, они очень хорошо здесь передали. Очень хорошо. Это вот прям первая молекула, которой вот просто вот так вот поливаешься. Можно считать, пшики считать. Вот. Спирта нет. Мне нравится. Часто в подделке молекул. Вот пахнут. У меня просто есть подруга, которая любит молекул. Не раз говорила уже об этом. Она больше эксцентрик, по-моему, два любит. Что-то у нее. Ну, так этому. И она их часто берет в всяких аналогах каких-то распивочных. Ну, в городе, знаете. Какая-то фигня. Вот какая-то фигня. Я говорю, ну не пахнет так молекула, блин. Вот. Это вот действительно что такое невесомое, легкое, молекулярное чувствуется. Это вот нота Исоя Супер. Молекулы, в принципе, не все люди понимают. Ну, у меня, кстати, вот есть вторая, третья, четвертая молекула. А первой нет. Вот как назло. Первой нет. Ну, наверное, мне теперь и не надо. Пусть будет это. Потому что в оригинале, в оригинальном аромате эксцентрик молекул с первой молекулы я на себе не особо чувствую. Вот как-то так. Вот. Ну, может, сейчас что-то поменялось со временем. Может, я как-то почувствую. Просто изначально, когда я только начинала знакомство с ними, я вообще в ужасе ничего не чувствую. Вот. Вот, флагранс, компани, хос господи. HFC, короче. Стоит у меня сейчас оригинал, что я его достану поближе. Вот этот парфюм пообещал отдать своей подруге. Потому что ей нравится очень интрига дьявола. Когда я ей сказала, что ну забирай, я тебе ее продам. Ну, цена на него не дешевая, понятно. И тем, что я его покупала тоже недешево. Но отдать его сдешево не могу. Вот. Ну, и он мне тоже как бы все равно мне нравится интрига дьявола. Ну, это очень сильно похоже. Это похоже. Она нанесла у меня оригинал. Тут же нанесла вот этот парфюм. От Neoparfum. Она сказала, конечно, они вначале похожи, потом они меняются. Она говорит, ну он мне нравится не меньше. Она говорит, да, он становится другим, но он не хуже. И в какой-то момент действительно вот начало у них получилось сделать прям вот хорошо. Начало у них хорошо. Но это все-таки более плотный аромат. Более плотный аромат все-таки он действительно заполняет все вокруг собой. Ну, и вот этот аромат, кстати, по стойкости не хуже. Вот у меня интрига дьявола. Как-то я вот вначале к бренду отнеслась так себе. Вот сейчас мне в принципе нравится сам бренд, что они делают, но цены. Цены мне не очень нравятся. И если бы я знала раньше, что кто-то уже может так хорошо передавать суперпопулярную интригу дьявола, то, наверное, я бы не тратила деньги такие, честно скажу. Потому что, ну, и не такая фанатка его. Но подруге очень понравился. Она говорит, что он, знаешь, напомнил ей вот этот аромат Givenchy Play. Помните, был такой парфюм в 2000, может, в 2007-2008 году. Вот здесь была картинка. У него он был. Мы с ним вместе в колледже учились. И она говорит, знаешь, он мне напоминает его. А ей он очень, естественно, нравился, раз у него когда-то был. И она говорит, вот он становится похожим. Она говорит, может, он с интригой дьявола тоже чем-то похож. Я говорю, ну, вряд ли. Интрига дьявола в том-то и интрига, что по нотам, знаете, ну, вроде бы османтус, ну, чай указан, ну, какие-то древесные ноты указаны, там, цветок апельсина. Но вот все оно вместе звучит как-то вот действительно интересное звучание. И как бы аналогов ему, я сейчас, честно скажу, мало всегда было. Но вот тут вот прям хорошо, хорошо сделали. Но вначале. Вначале прям похоже, потом все-таки уходит. Вот хорошо, что, знаете, я не снимала обзор сразу. Если бы как только мне пришло, я все это достала, поставила, начала снимать. Я бы наговорила, мне кажется, много лишнего в плане того, я бы сказала, что один в один и все, и все. А вот все-таки по происшествию времени, да, тестирования параллельного чувствуются отличия. Но очень даже направление, если нет возможности купить оригинал, как-то познакомиться с ним. Можете купить это, будете иметь какое-то представление вообще об интриге дьявола. Вот. И остается у нас поли. Поли, моли. Поли, шмоли. Розовый флакончик такой. Кстати, не указано, на что он похож. Но я могу сказать, что он очень сладкий. Очень сладкий. И тоже очень похож на какие-то парфюмы, знаете, американского стиля такого. Тоже селебрити. Либо ум. Ой, здесь вот прям чувствуется вот эта сладость. Клубника, сорбет. Он такой, он прям попсовый. Попсятина такая, полипопсовая. Но несерьезный. Мне кажется, неплохо они это сделали. Неплохо, в принципе. Они указывают это как собственный парфюм. Ни на что не похож. Явно вдохновлялись чем-то. Понятное дело. Или использовали сырье там до какого-то парфюма. Однозначно. Ну, очень такой клубничный, ягодный парфюм. Очень такой несерьезный, легкомысленный. Как по мне, точно я могу сказать так. У меня он явно легкомысленный и несерьезный. Но очень сладкий и такой, знаете, для молоденькой девочки такой вот вкусняшечки, очаровашечки для дочки вполне себе пойдет. Вот. Ну, конечно, не для офиса, не для каких-то серьезных там встреч. Нет. А так, да, очень сладко и приятно. Ну, я уже не очень люблю такие парфюмы. Тоже в стиле селебрити, бритни, агилеры даже, наверное, агилеры, да. Вот что-то вот, что-то туда мне напоминает. Похожий форма флакончик неопарфа мне пришлали. Это вот такой вот Космо Амур для Амур, да. Вот. Очень красивый флакон. Он мне нравится. Он прям выполнен так уже интересно. Выполнен прям, знаете, честно вам скажу, он дорого выполнен. Дорого, красиво, вот так вот золото, все прям так классно сделано. Мне вот нравится. Тоже крышка, все прям вот четко сделано. Так, на себя наносить не хочу, потому что мне еще видео снимать. А он, вот он стойкий. Это у нас Бакара. Бакараподобный парфюм. Не такой сладкий, как Бакара. Не такой сладкий. Но тоже есть вот эти вот нотки йода. Все-таки здесь присутствуют, они есть. Какое-то, знаете, не леденец уже чувствуется, а больше все-таки йода. Ну, с жженым сахаром. Да, все-таки с жженым сахаром. Вот такой вот. Ну, флакончик мне очень понравился, поэтому захотела вам тоже показать. О, Депарфам. Это уже из другой линейки, но тоже от этого же бренда Каиф. Поэтому захотела его показать здесь. Понравился он мне. У них, наверное, еще целая линейка таких есть. Не знаю. Надо посмотреть. Понравился. Ну, вот для любителей Бакары это, конечно, супер. Я не знаю, только люди есть, кому еще не надоела Бакара. Мне она прям надоела. Вот честно скажу, надоела. Вот такие вот у нас аналоги в данный момент продаются. В России, в Казахстане, в Беларуси. Да, можно заказать с сайта Валберис. У оригинального продавца ссылки будут в описании. Можете переходить, смотреть, читать отзывы. Я считаю, что цены очень приемлемые. Естественно, какой-то супер шедевр за такую цену вы не получите. Если вы уже парфманьяк со стажем. У вас было множество различных парфюмов. И вы там, ну нет. Понятное дело, что нет. Давайте не будем никого обманывать. Мне прислали парфюмы на обзор. Мне за это не платили. Я просто вам сказала свое мнение. Я считаю, для такой цены это действительно неплохо. Нет такого, что меня, знаете, там, вот там прям фу, воротило как-то, еще что-то. Ну, такого нет, честно. Поэтому только пробовать, тестировать, можно заказать. Но нет, раздарите, подарите. Кто-нибудь будет пользоваться, в принципе, да. Конечно, сейчас каждая копеечка, можно сказать, на счету. Но, все равно, если вы любите такой более бюджетный сегмент и не хотите тратиться на что-то такое дорогое, то почему бы и не попробовать эту линейку. Мне она, честно скажу, понравилась. Вот прям да. Вот. И также моей маме, моим подругам, они ничего не сказали, что фу, там, убери и так далее. Нет, вполне себе, очень даже неплохие отзывы были от моих знакомых. Все, спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Не забывайте поставить лайк. Мне будет очень приятно, а вам не сложно. Все, до скорой встречи. С вами была я, ваша Ника в парфюме. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok